Друзья, всем привет! С вами Стэм Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора новинка от компании ITEL ITEL P55. Телефончик в бюджетном сегменте. Телефонов примерно до 12 тысяч рублей. Со всем недавно мы говорили о версии плюс P55 плюс. Ну вот сегодня на обзоре можно сказать, что младшая версия, которая тем не менее за свои деньги предлагает довольно таки неплохие характеристики и довольно неплохой дизайн. Здесь у нас 50 мегапиксельная основная камера, поддержка быстрой зарядки 18 ватт. Ну и версия у меня довольно таки жирная 8256. Плюсом здесь у нас имеется модуль NFC и это специально, скажем так, было сделано для рынка России. Телефончик продается уже некоторое время в Африке и Азии, но там NFC нету. В нашей же версии NFC была установлена. Спасибо компании, что следит за трендами и потребностями наших покупателей. В комплект поставки входит, естественно, традиционный прозрачный ТПУ чехольчик, куда же без него, зарядный блок 18 ватт, кабель Type-C, набор документации и инструмент-скрепка для сим-лотка. Ну и когда берешь телефончик в руки, то сразу же бросается в глаза знакомый дизайн. Где-то, как говорится, мы все это уже видели. Чем-то телефончик напоминает нам серию Tecno Spark, допустим, Go 24 года, чем-то напоминает Infinix Smart 8. В общем, по сути, эти телефончики действительно очень-очень близки, как по дизайну, так и по начинке. А все потому, что компания ITEL, если кто-то не знал, принадлежит к холдингу Trenchon, в который также входят Tecno и Infinix. Под капотом здесь у нас старый добрый знакомый Unisoc Tiger T606. И пускай это не самый навороченный, не самый популярный процессор, он сопоставим по производительности с тем же Mediatek G85. Но большим и жирным плюсом конкретно данного процессора является поддержка UFS накопителей, в то время как G85 их не поддерживает и производительным вынуждены ставить медленные EMMC-шки. У меня версия, можно сказать, что старшая, здесь у нас 8 гигов оперативки и 256 гигов встроенной памяти. С правой стороны у нас кнопка включения плюс клавиши регулировки громкости, в кнопку включения встроен сканер. С левой стороны SIM-лоток, лоточек полноценный на две SIM-карты и SD-шку, причем имеется довольно-таки серьезного вида силиконовая прокладочка. Сверху ничего, снизу 3,5 мм, микрофон, Type-C и динамик. Что касается модулей камеры, то здесь по сути камера одна. Она здесь на 50 мегапикселей, но и плюс дополнительный глазок датчика искусственного интеллекта. Также здесь находится вспышка. На фронтальной поверхности находится 8 мегапиксельная камера. Ну и экран. Это IPS-матрица 6,6 дюймов 90 герц. На экране уже с завода наклеена пленочка, что приятно. Зажигаем экран и видим довольно неплохую цветопередачу и детализацию. В принципе, для недорогого устройства экранчик неплох. Имеется автояркость, плюс можно вручную выставить необходимую. Можно сказать, что в помещении экрана за глаза, но на улице уже немножко его не хватает и в яркий солнечный день будет довольно сложно что-то разглядеть. Имеется возможность выбора частоты обновления экрана 90 герц, 60 либо же автоматически. Можно изменить системную навигацию либо жесты, либо же с помощью наэкранных клавиш. Но и также здесь большой раздел по персонализации. Темы, обои, шрифты, значки. В общем, каждый сможет настроить телефончик под себя. Оболочка очень сильно напоминает нам и HiOS от Tecno и XOS от Infinix. Как уже сказал, ITEL относится к одному и тому же холдингу, как и Tecno и Infinix. В данном случае оболочка называется ITEL версии 13.00 на базе 13-го андроида. Но и здесь мы видим технические характеристики. 8256 и Unisoc Tiger T606. Аккумулятор здесь 5000-й, поддерживается быстрая зарядка 18 ватт. И с точки зрения автономности телефончик в принципе неплох. Но это стандартные полтора-два дня в довольно активном режиме использования. Вы получите примерно 7,5-8 часов экрана на автоматической яркости. Для того, чтобы подзарядить телефон от 0 до 100%, понадобится примерно 1 час 35 минут. Что в принципе неплохо. С точки зрения цифр производительности. Как уже сказал, здесь у нас Tiger T606 от Unisoc. И процессор показывает неплохие циферки. Почти 270 тысяч баллов в Antutu. Это говорит о том, что этой производительности большинству хватит за глаза. Даже если вы любите время от времени поиграть, то все ваши любимые PUBG, Call of Duty, Standoff или Asphalt здесь пойдут на средних, средневысоких настройках. В Geekbench телефон набирает чуть более 300 баллов на одно ядро и ровно 1300 на все 8. В общем опять же таки стандартный показатель для этого процессора. Довольно неплохо телефон ведет себя в троттлинг-тесте. Но вообще от Unisoc никогда особо замечено не было какого-то перегрева или излишнего нагрева. Вот здесь довольно ровный зеленый график. Хотя не настолько прям вот супер зеленый, как я привык видеть. При всем при этом телефон нельзя сказать, что во время тестов нагревался. И мы получаем производительность на уровне 129 гипс, что для столь бюджетного устройства довольно неплохо. Большой жирный плюс Unisoc в том, что он поддерживает UFS накопители, который установлен здесь. Да еще и на 256 гигов. И это в телефоне за эти деньги. 700 мигов мы видим на запись. 900 на чтение. В общем это отличный результат. И не так часто увидишь бюджетные телефоны с таким объемом быстрой памяти. С точки зрения модулей коммуникации здесь полный порядок. Ну как я называю это полный джентльменский набор. Два диапазона модуля Wi-Fi поддерживается. Bluetooth 5 версии. Ну и что приятно, для России здесь установлен модуль NFC. Это то, чего нету в других версиях для других стран. Всегда тестирую модуль GPS. Для меня это актуально и важно. Очень много везде перемещаюсь на автомобиле, пользуюсь навигацией. Здесь довольно быстро нашел спутники. Точность нельзя сказать, что какая-то прям рекордная на уровне 5 метров. Этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно как за городом, так и в городе. С точки зрения звука здесь все довольно-таки банально для недорогого устройства. Динамик здесь один. Стереозвука, к сожалению, нету. Но единственный динамик, который расположен снизу, довольно громкий. Звучит звонко. Вы точно звоночек не пропустите. Музыку слушать комфортнее все-таки через наушники, либо Bluetooth, либо 3,5 на миллиметра. Но для киношек, для игр, этого динамика будет за глаза. В общем, довольно громкий динамик, довольно-таки неплохо телефончик звучит. С точки зрения связи здесь тоже никаких сюрпризов, никаких вопросов. Стояла симка мегафона. Довольно продолжительное время пользовался им как вторым телефончиком, в основном для звонков, для соцсетей, для мессенджеров. И, в общем-то, никаких вопросов у меня и нареканий не возникало. Довольно громкий слуховой динамик, чуткий микрофон и в основном я видел значок LTE, даже в местах с неуверенным приемом. Так что можете смело брать телефончик, пользоваться им, как говорится, по прямому назначению. Ну и с точки зрения фото и видео. Основной модуль 50 мегапикселей позволяет делать довольно неплохие фотографии на улице в дневное время. Они порадуют вас неплохой цветопередачей, хорошей детализацией и контрастом. Выделенного телевика здесь нету, но вы можете использовать двукратное цифровое приближение без потери качества. Ну вот, как в данном снимке, вы получаете очень неплохую детализацию. Так что можно смело что-то пофотографировать, находящееся вдалеке. Фронтальный модуль на 8 мегапикселей, опять же, при должном освещении показывает неплохую детализацию, натуральные естественные цвета. В общем, неплохой модуль, но, опять же, повторюсь, это при должном освещении. В общем и целом, можно сказать, что, несмотря на бюджетность, фото возможности у телефончика неплохие. Но вот с точки зрения видео, здесь довольно все скромно. Full HD 30 кадров, как на основной, так и на фронтальный модуль, и, к сожалению, без всяческой стабилизации. Поэтому снимать лучше в статичном режиме, либо же, если вы идете, идти не спеша. Давайте посмотрим на примеры видео и будем резюмировать. На основной модуль можно снимать в формате Full HD 30 кадров в секунду. Стабилизации нету. Поэтому, если вы будете идти, то картиночка, естественно, будет довольно тряская. Но можно снимать в статичном режиме, делая плавные проводки. Тогда вы получите довольно неплохое качество картиночки. Выделенного телевика нету. Давайте посмотрим, какое максимальное приближение цифровое 10x. Но, понятное дело, что картиночка уже портится при таком приближении. Но, как мне кажется, для недорогого устройства телефончик демонстрирует неплохую детализацию, хорошую цветопередачу. Ну и, в общем-то, ведет себя вполне себе прогнозируемо. Фронтальную камеру, опять же, Full HD 30 кадров без стабилизации. Здесь у нас картиночка отдает каким-то желтовато-теплыми тонами. Задний план традиционно пересвечен. У бюджетных устройств есть все-таки проблемы с прорисовкой заднего плана и с динамическим диапазоном. Но я на переднем плане вроде неплохо получаюсь. Довольно детализировано, но, правда, не совсем натуральные цвета получаются. Такая излишне теплая, что ли, картинка и даже немножко, что ли, в зеленцу отдает. В общем, возможно, это так на экране смартфона смотрится, а уже на монтаже будет более-менее нормально. Ну и, как говорится, посмотрим. Сегодня довольно ветрено. Слушайте качество звука, будет ли это слышно, задувает или нет. И напишите в комментариях. Вот такая вот картиночка получается на фронтальный модуль. Ну, как по мне, вполне себе нормально. Вот такой вот он ITEL P55 и телефончик действительно очень и очень неплох. За свои деньги предлагает очень неплохую производительность, достойное качество фотографии, хорошую автономность и приятный узнаваемый дизайн. Да, пускай все это пластик, но тем не менее матовый, очень приятный на ощупь и телефончик не смотрится каким-то ультрабюджетным. Так что, если присматриваетесь к чему-то не очень дорогому, но новенькому, присмотритесь именно к этой модельке от ITEL. Ну, а ссылочки, как обычно, будут в описании. Ну, а я буду заканчивать. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok